Здравствуйте, уважаемые друзья! Тут поступил вопрос по поводу того, передаются ли по наследству пенсии. В России, как известно, пенсии по наследству не передаются, а вот как с этим же самым обстоит дела в Канаде? Вот если, допустим, отец погиб, то будут ли получать дети его пенсионное накопление? Значит, система пенсионная в России, да и, наверное, во всех странах исхода бывшего Союза, отличается от пенсионной системы, которая есть в Канаде. Потому что пенсионная система в Канаде, она подразумевает, что у вас будет помимо государственной пенсии, точнее даже наоборот, что у вас есть пенсионный фонд, в который вы всю свою жизнь вкладывали деньги какие-то. И это частная компания какая-то, которая управляет вашими деньгами. И по достижению пенсионного возраста вы имеете право брать денежку из этого самого пенсионного фонда. Таким образом, когда человек стареет, то у него есть точный задел из тех денег, которые он складывал в свою жизнь. Плюс то, что похоже с нашими странами исхода, есть пенсионные, точнее и отчисления, да, и пока ты работаешь. И, соответственно, есть пенсия, которая предоставляется государством. Еще она называется пенсией по бедности, да. То есть это какие-то минимальные совершенно денежки. При этом она делится на федеральную часть и на провинциальную часть. То есть в общей сумме, там цифра гуляет на самом деле, в зависимости от провинции, в зависимости от ситуации. Там где-то от 800 до, по-моему, 1300 или 1500 долларов, что-то такое. Это вот такой разброс. Это пенсия, которая тебе платится государством. Под государством мы понимаем власти провинции и власти федеральные. Соответственно, получается так, что те люди, которые имеют свой частный фонд и которые будут получать пенсию от государства, они довольно-таки защищены. И единственным условием для того, чтобы ты получал государственную часть своей пенсии, это нахождение на территории Канады не менее чем полгода, точнее 183 дня в году. Если, допустим, у нас огромное количество людей, которые уезжают на зимнее время суток в Юго-Восточную Азию или во Флориду, и, собственно, там тепло, хорошо и очень дешево. Ну, Флорида я не сказал, что дешево, но, по крайней мере, во Вьетнаме, я знаю, люди ездят. Они говорят, что там цены все в 2,5 раза ниже, чем те, которые в Канаде. Так вот, если ты имеешь 2 пенсии от частного фонда и от государственного, то по наследству передается частная часть. То есть то, что вы вкладывали как инвестиции, я охренею, дорогая... О, Молдавия. Извините, друзья из Молдавии, но для вас это довольно-таки характерно. Так вот, если вы, точнее, являетесь наследником человека, который имел частную эту самую пенсию, то вы получаете ее по наследству. Часть же, которая государственная, она по наследству не передается, собственно, она остается с государством. Вот, насколько я знаю, ситуация такая. Что еще можно добавить к этому? Наверное, все. Всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok